Доброе утро! 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 или что телесные повреждения ей нанес, значит, сын Ярулин, от которых она скончалась. Ножевое ранение Копыловы в городе Яновол тоже был доставлен в больницу. Пока, значит, разбираемся, выясняем. Также в деревне Отлегач, Апашев, пытаясь убить своего сына, ударил его в глаз ломом ног, к счастью, значит, сын остался жив, пока и доставлен в больницу. Также за этот период, значит, нами зарегистрировано хулиганство, это происшедшее на территории РСУ, избили трое парней, избили беспричинно, значит, охранник РСУ. Зафиксированы два угона, угон автомашины ВАЗ, это в городе Яновол, и мотоциклы Ява, вот и из хозяйства Садыковых. Разбираемся тоже. Очень тревожная обстановка сложилась за последние вот эти дни с положением на транспорте, дорожно-транспортными происшествиями. Зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий, из которых, значит, пять со смертельным исходом. Ну, этими тоже занимаемся. Это в основном, значит, дорожно-транспортные происшествия произошли по вине пьяных водителей и по, значит, неопытности, так сказать, водительского состава. Также произошли два пожара. Пожар, значит, в деревне Отлегач, в хозяйстве у Тимирбаева возник пожар, из-за неисправности электропроводки. И вот буквально, значит, позавчера, 17-го числа, по улице Дмитриева, значит, 27, загорелся, сеновал от детской шалости с огнем. В результате, значит, сгорели все дом самих Дмитриевых и обои соседей с двух сторон. Полностью сгорели дома. Жертвы? Жертвов нет. Жертв нет. В течение двух суток, в связи со сложностью обстановки, нами проведены специальные мероприятия с привлечением всего личного состава. Беспрерывно работали, конечно, в течение двух суток, на постах, на маршрутах. В ходе этих специальных мероприятий, нами были изъяты 15 оружий, 5 боеприпасов, разысканы и задержаны, значит, 9 преступников и раскрыто 7 тяжких преступлений. Проверено всего автотранспортных средств и водителей 1353, это в течение двух суток. Выявлено нарушение правил дорожного движения, всего, значит, 183 и задержано пьяных водителей 12, 12 водителей. Но в ходе проведения этих мероприятий мы, конечно, весь комплекс мероприятий запланированных не сумели провести, потому что личного состава не хватало, но сколько имелись сил и средства, мы вовлекли к этим мероприятиям. За указанный период с различными телесными повреждениями, значит, не криминального характера это, в больницу, в районную больницу поступило всего 19 человек. Обстоятельства получения телесных повреждений нами установлены. Установлены, но в основном это несчастные случаи, так сказать. Также за совершение мелкого хулиганства к административной ответственности привлечено 13 человек. Это, конечно, многовато, многовато. Мелких хулиганств, других правонарушений уже участились в совершении. Медицинский вытрезвитель всего за указанный период было доставлено 116 человек. 116. И, что печально, конечно, от безделья, что ли, в летнее время, если так смотреть, каждый чем-то должен заниматься или в своем хозяйстве, или что. Но наблюдается наоборот. Неработающие, неработающие лица, 57 неработающих доставлено было за 2 недели, за 10-12 дней. 57, это много. Иногородних 17 человек было доставлено. Ну и работающие в организациях и предприятиях, допустим, из Яновольского УТТ за этот период было доставлено 4 человека, АТП-3, МСК, то есть Маслосыркомбинат-2, Локомотивный депо-2, КРАЕС, НГДУ-2. Ну, по одному работающих, доставлено, значит, работающих в таких организациях, как районный узел связи, колхоза Максим Горького, Большевик, Куйбышева, Мищурина, Буевского совхоза, совхоззавода, работник, значит, Старо-Варяшевского средней школы, станции Яновол, РАЙПО, СУ-7, ВОХР-станции Яновол, товарищество Паутинка, РАЙТОП, РИЦ-2, РСУ, ДРСУ, РЕС, НЕС, Автосервис, ОРС, КУБР, ВЕД-станция и из некоторых других организаций. Все эти правонарушения и преступления, значит, в основном совершаются в состоянии опьянения. Ну, в процентном отношении это выглядит, наверное, процентов 7-75 от всех совершенных правонарушений в состоянии опьянения. Ну, это связано, прежде всего, значит, алкоголизацией в социальной сфере в стране и в том числе в нашем районе. Вот как мы видим, значит, ежегодно в последние годы, значит, употребление спиртных напитков гражданами все увеличивается и увеличивается и до сих пор она продолжает расти, так сказать. Здесь, конечно, кардинальные меры необходимо предусмотреть. Силами одной милиции здесь, конечно, ничего не сделаешь, но мы можем повлиять в этом отношении процентов на 20. В этом отношении. А нужно, конечно, кардинальные меры всех, ну, прежде всего, также, значит, правоохранительных органов, руководителей предприятий, организаций, местных администраций, значит, и активы района другой общественности, всех воспитателей. Ну, если, значит, взять сообщение за это дело, профилактику пьянства, то мы, конечно, ну, я не говорю, что можем, значит, искоренить это зло. Мы давно говорили, что будем искоренять, но, к сожалению, этого не получается. Ну, в каком-то роде можем сократить. Ребенок с раннего возраста открывает и исследует окружающий мир. Его тянь к красивому, яркому, испытывает радость от общения с природой, музыкой, поэзией, театром. Прямое общение с театром со сказочными образами оказывает неоценимое влияние на нравственно-эстетическое чувство детей. В детском саду «Дельфин» создан детский театр, где артисты воспитанники старшей и подготовительных групп. А недавно юными артистами был поставлен спектакль по сказке о Шарле Перро «Золушка». Дети играли с большим увлечением, а зрителями были все воспитанники детского сада, а также их родители. Кстати, зрители в выступлении приняли очень тепло, а дети по-настоящему почувствовали себя артистами. «Золушка» конечно же нет, у меня есть волшебная палочка, я дотронусь за тебя волшебной палочкой, твои ломони превратятся в сказочные твои ломони. Еще я для тебя приготовлю стальные лучшие примеры. косметик, сынок, посмотри, как много красивых девок и уже тебе никто не нравится. Он на меня посмотрел. Нет, на меня, вот на кого лишь бы на одну из вас. Нет, папа, никто не нравится. Гости дорогие, танцуйте, может мой мальчик ломиться. КОНЕЦ 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 Здравствуйте! Кто вы это? Кто вы? Какая красавица! Добро пожаловать в прекрасную знакомку! Спасибо, ваше величество! Как я рада, что успела на бар! Как она прекрасна! Кто вы прекрасная незнакомка? Да не спрашивайте, кто ее так счастлива, что вы улыбнулись, мальчик! Ура! Принц! Улыбнулся! 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 И откуда она родилась? А принц-то совсем голову потерял! Не волнуйтесь, короче, может она и здесь, и так же, как и мои дети! Как я счастлива! Давайте танцевать! А может, на прекрасную незнакомку что-нибудь споем? Хорошо, споем! Она согласилась! 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 И сколько не ломалась? Да она просто плен! Прелесть! 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 Пелесть! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...